Сегодня мы поговорим о навигации во время гонки мини-трансакции и о библиотеке, которую я возьму на форт моего миника. Как вы помните, в классе мини нам запрещено пользоваться современными средствами навигации, такими как карт-плоттеры, любое устройство, которое позволяет автоматически принимать и интерпретировать прогнозы погоды, раскладывать роутинг и прочее, прочее, прочее. Что мы можем взять с собой на борт? Это простая GPS, в которую не встроена какая-либо даже генеральная карта мира, а из которой позволяет нам видеть свою позицию, видеть позицию других судов, опять же, без встроенной карты. ВИЧЕ пройдем. И, в общем-то, по электронике это все. А прогноз погоды мы будем получать от организаторов раз в сутки и наносить эту информацию на вот такие вот специальные заламинированные карты, на которых я буду рисовать схему боевых действий и раскладывать свою скотерию. Об этом мы уже снимали видео отдельно. Смотрите ссылку в описании к этому видео. Итак, каждый грамотный яхтсмен должен иметь во рту своей яхты весь спектр навигационных документов, каши, альманахи, книги, огни и знаков, чтобы вести безопасную навигацию. Я возьму с собой, как и каждый из гонщиков, весь спектр навигационных карт от генеральной карты Атлантики до более частных подробных карт. Причем по условиям гонки мы должны взять с собой карты на оба этапа, и на первой, и на второй. Всегда иметь их на борту. Вот примерно такая стопочка получится. Это только карты. Дальше мы берем с собой альманахи, которые включают в себя всю информацию об огнях, знаках, каких-то направлениях, о портах, о приливах, отливах. У нас есть таблицы. В общем, очень подробные даже о рыбках и о карабиках. Можно будет узнавать это по лицу. Кстати, рыбы иногда залетают на палубу, поэтому эта информация будет актуальной. Значит, блок-марин альманах на Атлантику, блок-марин альманах на Испанию, Португалию и Канары. Дальше у нас будут в распечатке огней и знаки Марокко, Африкан, Кабо-Верде и всякое такое. И, наконец-то, мы приходим в Анфирь, то есть на Карибы и блок-марин-Карибы. Во Франции, в Бискаре, мы начнем все-таки в зоне прино-отливной с течениями. И я уже заготовила с собой, заломинировала карты течений, которые пойдут в мой роддбук вместе с таблицами приливых и отливых. Все это буду считать. Дальше мы должны взять с собой в гонку категории А, океанскую гонку, секстан и документы, которые позволят нам осуществить автро-навигационные задачи. Значит, эфемериды на нужные мне дни я распечатала. В бланке для расчета создал Михаил Болдерих. Михаил, спасибо вам большое. Беру ваши бланки с собой на борт. И некоторые уже мои расчеты, примеры решения автро-навигационных задач, на случай, если реально придется этим заниматься. Вот, к примеру, у меня есть. Дальше возьму с собой на борт одну книжку. Это книжка от North Seals, Weaver for Seals. Может быть, будет время даже почитать. На самом деле, мой опыт по поводу чтения книг и информации по метеорологии был очень хорошим в гонке с 2018 года. Погода была достаточно спокойная, и было время немножечко отдохнуть. У меня были с собой книги на русском языке, которые перевел Леонид Дубяковский. И я читала эти книги, смотрела на облака, и я реально видела, что это вот так вот оно и происходит, и строила свою стратегию. И эта гонка мне дала огромное количество реального опыта применения теоретических знаний. Вот, как сказала. Ну, и я возьму с собой материалы от наших французских метеорологов с некими адвайсами, некими советами и уже некими предпросчитанными роутингами в зависимости от сценария расклада по ветру, которые тоже очень-очень мне помогут. Это такая скомпонованная информация, на которую я смогу опираться. Ну, и, конечно же, обязательные документы на борту – это судовой журнал, который надо будет заполнять регулярно. Некоторые ручки, резиночки по мастеру, карандашики. Навигационная линейка у меня уже на борту прикреплена к лодке на белократную ликучку. И официальные документы, лодочные официальные документы мои, поспорка и все такое тоже с собой берут. Итак, вот такая вот веситая пачка у нас получилась. 20 килограмм на 10. И это моя судовая библиотека.